Провожать старый год и встречать новый будем уже завтра. 2020-й стал особенным для всего мира. Человечеству пришлось научиться жить по-новому. И 2021-й год планета ждет с нетерпением, с хорошими новостями и добрыми делами. На сам праздник пандемия также неизбежно наложила отпечаток. По рекомендации врачи отмечать его следует с близкими людьми, с семьей. И это вполне логично, ведь Новый год – самый семейный праздник. О том, как встретить новый 2021-й год, расскажет моя коллега Виктория Евсеева, на связь с которой мы сейчас выходим. Здравствуйте, Илона! Я нахожусь на площади Азатлык у главной елки города на смотровой площадке. В этом году городок здесь действительно сказочный. Горожане вовсю готовятся к Новому году, предвкушая праздник. Ведь главная дата состоится уже завтра. Мы все вместе будем считать куранты и встречать новый лучший год. Привычное нам празднование Нового года берет начало от эпохи Петра I. По примеру Европы он постановил наряжать хвойные деревья, накрывать стол и запускать ракеты и салюты. А вот выходными 1 и 2 января впервые объявили только в начале 90-х годов 20 века. Тогда укрепились любимые всеми традиции – оливье, украшение дома и, конечно, объединение семьи за общим столом. И семейные традиции у каждого свои. Обязательно приезжаем к бабушкам, поздравляем их с наступающим праздником, потом едем домой. Я люблю, если честно, на Новый год просто выйти на мэрию и кататься с горком. На Новом году у нас все собираются и мы идем на мэрию смотреть салют. Пересматривать елки, все части и стараться верить в лучшие. Чем дадим? По китайскому гороскопу 21 год металлического быка. И это значит, что все хорошее будет заслужено трудом и упорством, а не фортуной. Так пророчат астрологи. Кроме того, следует обратить внимание на укрепление семейных уз, воспитание детей и направить силы на внутреннюю энергию, а не внешнюю. Поделилась с нами эксперт Гульсина Фатхудинова. Очень много будет заключено союзов, будут рождены дети. Дети, которые будут рождены в 21 году, это будут необыкновенные дети. Это дети, которые будут иметь в себе определенный такой даже лидерский настрой. Это поколение такое будущего. 31 декабря в Челнах праздник пройдет сразу на нескольких площадках. В 7 вечера праздничная программа начнется в Замеликесии в парке поселка Сидоров. На площади Азатлык новогодние гуляния начнутся в 8 вечера, в 10 прогремит салют. А 2 января в 5 часов гостей ждут в парке Победы. С 4 по 9 января в 5 вечера у мэрии будут ежедневные концерты и игры. Так что возможностей весело провести время в новогодние каникулы много. Осталось воспользоваться ими. Виктория Евсеева, Тагир Бекметов, Челны, 24.